Общепризнанно, что физика и космология, а также метафизика, религия и их связующая философия находятся уже около ста лет в глубоком всерасширяющемся, углубляющемся кризисе, что многократно отмечалось и отмечается учеными самого высокого ранга. Их высказывания в основном резко пессимистические, займут много страниц, поэтому я ограничусь только двумя лонобелевскими лауреатами. Я смело могу сказать, что квантовой механики никто не понимает, никто не знает, как здесь можно копнуть глубже. Даже сама природа не знает, по какому пути пролетит электрон. Это Фейнман. Для объяснения горы Несуразец и многослойных парадоксов, навороченных современными физиками, изобретаются идеологические оправдания, вроде Ландау сказал, мы обязаны понимать даже то, что не можем себе представить. Действительно, если посмотреть, к примеру, на перечень вопросов, на которые должна отвечать в комплексе адекватная реальности физическая теория, вот оно, приложение номер один, но не отвечает ни одна, то неизбежно приходишь к выводу о теоретическом тупике, ведущем к застою эксперимента и практики. А ведь этот перечень можно увеличить в десятки раз. А парадоксы физические, которые не может объяснить современная теория физика, значит, и они уже исчисляются тысячами. Такое утверждение, на первый взгляд, опровергается колоссальными достижениями в области связи, компьютеризации, медицины, микробиологии и ряде других направлений. Но на самом деле это частные успехи, лишь подчеркивающие сложившуюся и улубляющую беспомощность человечества в решении действительно важных, основных критических проблем энергетики, вещества, экологии, устройстве мирового и национального социума, познания сути и предназначения человека и его истинной природы. Человечество за свою жизнь, за свою обозримую описательную историю показывает путь постепенного носилогического приближения к антологическим корням действительной эволюции реальности. Наиболее известными вехами на этом пути можно отметить первого Вайшельщиков и Канадум, интуитивно сумевших конструктивно соединить идеи атома, атомизма и порошаны, то есть физику и метафизику на основе паранормальной натурфилософии. Эмпедок с его атромофорными силами, любовью и враждой, анаксагор с бесконечно драмимыми гомеомериями, вон когда, куда еще, когда об этом говорили. Зенон с его вечными опорями были параллельными попытками прагматичных греков умозрительно афизичить метафизику. Левкип, Демокрит, Эпикур, Сократ, Эвклид, Архимед, Аристотель, Птоломей, Карр, Галилей, Декарр, Лаплас, Ньютон отдали метафизику богам и сосредоточились на отражении материальной составляющей бытия физики и частичной космологии, сложив металлогические основы диалектики познания и философии материализма. Гереместрим, Трисмезиист, Моисей, Саратустра, Лао-Дзи, Будан, Махавира, Платон, Иисус Христос, Магомед наоборот, интуитивно и паранормально постигая метафизику бытия и превращая ее в веру, отодвинули физику и философию на задворки, одновременно пререземляя и возвышая последнюю. Эта девятка великих посвященных завершила формализованно неосознаваемый цикл метафизики, космологии и физики тем или иным духовным обобщением, основанным на нашем интуитивном понимании, внутреннем осознании, единства мира, единой мировой связи и действующих в нем всеобщих принципов законов, преломленных через человеческую душу и разум и свои паранормальные способности. Фарадей, Максвелл, Энгельс, Ленин, Пуанкаре, Умов, Вернацкий наочисленные апологеты эфирных теорий, будучи вновь четко выраженными материалистами, затушевали и отодвинули проблему метафизики, присвоив полям статус особого невещественного вида материи и наделив вещественную материю свойством бесконечной делимости до неведомых амеров, сейчас уже и дальше делят, сохранили таким образом отрицаемое ими же небытие в виде пустого пространства. Они показали абсолютность движения и развития как таковых и единство невидимой силы гравитации, объединяющие мироздания, нашли математические выражения этого объединения, на принципе всеобщей материальности, в основу которой положили эфир. Клиффорд, Уиллер, Эйнштейн, Катран, Миньковский, Фридман, Шипов, Акимов, апологеты струнных и суперструнных ЭМ-теорий, а также многочисленных квантовых вакуумов и полей, пытались и пытаются с помощью хитроумных специальной геометрии математик наполнить пространство и время непонятными им самим физическим содержанием, реальность которого основана только на искусственно рожденных математиках и геометриях, с помощью которых можно с тем же успехом доказать и противоположное. При этом геометроматематический подход все время упирается в постоянное появление энергии и материи из ничто, и естественно их постустороннему созданию, создателю, постулатам пути Господней неисповедимы, его там нет и в то же время он там есть и тому подобное. Все это сопровождается и подтверждается особыми видами математик и геометрии, бывших для каждой теории, будь то это АТО, 17 струнных теорий, 5 теорий суперструн, М-теория в 10,5 тысячах вариантов или теория физического вакуума, специальными, сверхложными, доступными сверхузкому кругу. Из-за того же выросла и теория так называемого Большого взрыва с последующими корректировками в виде различных инфляционных теорий, дополнениями в виде расширяющейся ускорения Вселенной, реликтовым излучением, которое вопреки здравому смыслу почему-то в высокой степени однородно и затропно во времени и пространстве, несмотря на все увеличившиеся темпы, без того очень быстрого расширения. Равно как и достаточно стабильный гравитационный потенциал, не говоря уже об утверждениях современной космологии о необходимости строгой стабильности потенциалов темной материи и энергии. В результате современной физики утеряно понимание физической сущности пространства и времени и информации. Дальше больше. Физическая причина и суд зарядов, электрического, магнитного, гравитонного, просто постулируется как свойство, проистекающее неизвестно отчего. То есть автоматически теряется физическая суть всех взаимодействий, всех явлений, а также их эволюционный смысл. Формально-логические законы, тождества, противоречия, исключенного третьего, достаточного основания, вытекающие одновременно определяющие из математических и геометрических абстракций, безусловно, имеют объективное основание. Однако эти основания сейчас размыты рядом обстоятельств. Во-первых, геометрия и математика, являясь мощными инструментами познания реальности, в то же время имеют собственную природу своей абстрактной эволюции, не связанной с реальностью как таковой, и зачастую не отражающей реальные эволюционные процессы. Я приведу цитату Ати, это декан математики Оксфорд. Он пишет, «Они просто углубляются в норы, как бобры. Если их спросить, для чего это нужно, какого назначения их работы, с чем они связаны, обнаружится, что они этого просто не знают». Во-вторых, будучи дискретными по определению и геометрия, и математика, и логика, плохо, можно сказать, совсем неадекватно отражают метафизическую составляющую бытия, сущность которого представлена бесформенной бесконечностью и вневременной вечностью, то есть чистыми несубциональными субстанциями, энергией и информацией. В-третьих, нелинейная динамика реальности в совокупности затухающего внутрь мерцания метафизической составляющей и, как таковой, циклической интерференции и дифференциации нашей мыслительной деятельности, полилектики нашего сознания, как такового, накладываемой на сложно постигаемое взаимодействие приборов и микромира, породили такие искусственные отражения, как принцип дополнительности Бора, неопределенность возобношений Гейзенберга, некоммутативность операторов физических величин квантовой механики, интегралы по траекторам Фейнмана, непостижимые филтации торсиона из ничто физического вакуума, Шипова и так далее, и так далее. Эти примеры можно бесконечно продолжать. Одновременно опыт великих духовных учителей, многочисленные паранормальные явления, которые действительно имеют место на природном и человеческом уровне, в сочетании с все возрастающим числом пока необъясняемых физических опытов парадоксов и природных ветов, показывают на необходимость более внимательного изучения и учёта метафизики, качества, не поддающиеся объяснению с помощью логики, математики и геометрии. В своё время Эйнштейн справедливо писал, «Всякая физическая теория должна быть такой, чтобы её помимо всяких расчётов можно было проиллюстрировать с помощью простейших образов, чтобы даже ребёнок мог её понять». «Не самокритично». «Вот да, вот это…» «Значит, ну да, он, как говорится, произнёс то, что хотел, но сделал нечто противоположное». «Значит, при этом, безусловно, необходимо сохранять традиции систематологии, заложенные Канаду, Аристотелем, Галилеем, Ньютоном, Эйнштейном, Вернацким и другими эмиантами, которые, создавая качественное новое миропонимание, во-первых, сохраняли в своей основе добытое предшественниками, во-вторых, всегда синкретично соединяли новую парадигму, философию, научный метод, задачи и результаты экспериментов, а также новое их понимание в эмержентном геносилогическом скачке познания реальности». И вот здесь возникает первый, как говорится, вопрос. Есть такой парадокс Рассела Цермела. «Существует ли правильное множество всех правильных множеств, которое разрушает формальную логику, отражает бесформенность, бездискретность бесконечности как таковой?» И дальше вот господин об этом хорошо понимал Римман, когда он говорил, «вдумайтесь, вопрос о том, справедливости допущения геометрии бесконечно мало, тесно связан с вопросом о внутренней причине возникновения метрических отношений в пространстве, в случае дискретного многообразия, то есть и Амеров и так далее, принцип метрических соотношений содержится уже в самом понятии многообразия, тогда как в случае непрерывного многообразия его следует где-то искать в другом месте. Отсюда следует, что или то реальное, что создает идею пространства, образует дискретное многообразие, или же нужно попытаться объяснить возникновение метрических отношений в случае непрерывного многообразия чем-то высшим силами связи, действующим на это реальное? Вот в своей цитате Римман вскрыл суть проблемы. Каким образом поддерживается неоформенное, скомпатизированное, не квалифицированное многообразие в реальное дискретное многообразие уже? И действительно ли необходимые силы связи для поддержания непрерывного многообразия, о котором говорил Римман, или же достаточно потенции этих сил, скрытых в океане энергоэссенции бесформенной бесконечности? Ведь сила – это совокупное проявление, она сама по себе не проявляется, только в совокупности. И мера бинарного воздействия сопротивления. А если первооснова имела и частично имеет непрерывное первичное воплощение, то бинарности нет как таковой. И сила реально возникнуть не может. Она только потенциальна. Отсюда достаточно, сколь угодно, малого возмущения такой системы, даже, возможно, на информационном уровне, отсюда в начале было слово, чтобы привести ее бесструктурность к новым параметрам бескрепности. Наблюдательная и гетеоритическая космология также продолжает подбрасывать друг к другу неразрешимые загадки, подсекающие корни обоих космологических направлений. К чисто теоретическим проблемам космологии, в свою очередь, простекающим из стандартной модели элементарных частиц, вроде сингулярности, проблемы рождения Вселенной, фазовых переходов, включая проблемы горизонта событий и природы пространства неоднородных возмущений, плотности температуры космологической плазмы, редикторов неоднородности, ряда других, не менее фундаментальных, а также коренного вопроса, разделяющего космологов бесконечности и открытости Вселенной или ее замкнутости по Риману Минковскому и Фридману, на котором построены обе стандартных модели, и космологии в том числе. Все возрастающими темпами стали добавляться все новые, новые необъяснимые факты. Назову важнейшие из них. Гвазары со сроком жизни до гипотетического большого взрыва, черные дыри и солитоны, темная материя и темная энергия без агента и носителя, и того и другого. Планкионы, гравитоны и нейтрино, десятки парадоксов фотона, не счесть парадоксов вроде нелокальных связей, скорости американских пионеров, квантовых переходов, а ведь еще есть пояс из пятихиксовых бозонов, тяжелых нейтрино, техникварков, прионов, вимпов, суперболов, инфлатонов и так далее, и так далее. То есть конца краю этим наслоением современных физиков нету, и они будут продолжать дальше наслаиваться. Похоже, принцип АКАМА давно забыт и космологами, и физиками. Новое миропонимание, на мой взгляд, должно нести два главных основополагающих аспекта. Один из них наилучшим образом выражен Вернадским. Он писал, «Научное мировоззрение, проникнутое естествознанием и математикой, есть велочайшая сила не только настоящего, но и будущего». То есть мировоззренческое учение должно базироваться на естествознании во всей его полноте, включая метафизику, космологию, физику, химию, биологию, социологию. Здесь справедливо задать вопрос, а какие? А в ответ на этом вопросе заключается второй аспект. Этот эволюционный ряд естествознания должен иметь краеугольные камни научного единения, философского обобщения, теории общественного развития, политэкономии, теории индивидуального и общественного сознания. То есть полноценное мировоззренческое учение состоит из следующих пяти составляющих. Это научная теория об устройстве функционирования мироздания, имеющая единое природное основание, философское обобщение, я ускоряю, потому что время не позволяет, теоретических взглядов на мироздание, мести и целях человека и его функционирования и эволюции. Теория общественного развития, политэкономия и теория развития общественного и индивидуального сознания людей. здесь вот переходим к тому, откуда выросло это. В свое время наш великий физик сказал, Сахаров, сказал, что материя есть скомпатизированная энергия. значит, то есть, он как бы сказал, что есть этап без материи, а потом она скомпатизировалась и появился этап с материей. Конечно, я вам скажу, что я материалист до мозга костей, как говорится, так сказать, это, и в то же время я понимаю, что материя откуда-то тоже должна была появиться. Значит, расчеты и выводы мои на основе изложенных, найденных моюную форму взаимодействия, которые все взаимодействия охватывают, их оказалось гораздо больше, чем современное это. Энергии, она похожа на формулу Панкаре, ну, сейчас называют ее Эйншейн больше, на сети цикла, а вообще-то она формула Панкаре и Умова. Они первые открыли эту формулу и сформулировали. А также таблицы перевода всех физических единиц в единой мере. Вот приложение номер 2. А где она? Что-то он тут не хочет. Иван, помоги тут на перейти на второе приложение. Вот это все-таки на крестик. На крестик же это. Ну, дай. я выезжу плохо, извини. Я тоже. Перейди на приложение 2. Так, вот это приложение 2. Так, тут что-то не идет. Приложение, а вот это, приложение 2. Это 1. 1, да. там больше нету. Ну как, там 12 приложений. страницы. Поехала. Ага. Вот они всеобщие формулы. Вот, ты куда перегибли? На 3 переписки. Вот они всеобщие формулы. Цикла, энергии и взаимодействия. Вот с помощью этих формулы, особенно 3 формулы, ну и эти помогли. Значит, во-первых, удалось создать таблицу приведения всех физических мер в единой мере, метров в секунду. И метр привести, он оказался метр в кубе на секунду в кубе. И заряд, он оказался метр в квадрате на секунду в квадрате. И, ну, любую эту самую, даже появились новые единицы измерения, так сказать, в единой мере измерения. И пройтись по 102, пойти назад и ответить 102 точки, которые, как развивалась Вселенная, и найти параметры этих точек. Очень многочисленные. Ну, вообще-то, потенциальных точек было более 332 тысяч, а вот реальных точек оказалось всего 102. 102. И вот, когда эти 102 точки прошлись, то получилась возможность выяснить, какой энергии образовала Вселенная тогда, когда она была не имела материи, а была бесформенной бесконечностью. оказалось, что позволило вывести следующую сэнергетическую и эволюционную цепочку. чистая juntos психология является в виде безформенной, бездекретной бесконечности. Потенциально вещественная, материальная, так же, как неорганическая материя, в зачатке потенциально жива, живое потенциально разумно, разумное потенциально духовно-социальное, духовно-социальное потенциально единое. То есть мы от одного единства уровня приходим к другому уровню единства, значит, к новому. Но это уже не мы, а последующий вид, который за нами придет. Придет, так сказать, да. А может быть, дай Бог, мы, как говорится. Так, как нам перейти к следующему? Да, вот здесь щелкает. А? Вот таблица перевода физических единиц. Видите? Вот они все приведены к единой мере. Это система СИ? Нет? Да. Значит, вот они приведены к единой мере. Значит, ну вот, скажем, во-первых, скрыто, что у нас одновременно, вот мы существуем одновременно в шести физических мирах. Один мир электромагнитный, один мир гравитонно-электрический, ну, мы его называем сейчас гравитонным, один мир магнито- термодинамический, есть три мира. Минут осталось. Нет, у меня же там две лекции, во-первых, подряд. А вы не представили? Чебанов, Валентин Константинович. Значит, сегодня? Сегодня не намечено? Нет, сегодня не намечено, конечно. Ну, вот-вот-вот он. Ну, вот, смотри, вот он. Да, вот он. И потом вот он. Их две подряд. Значит, ну мы поговорили с этим, чтобы перенести сразу сюда. Обе сразу? Ну, да. То есть, вы не будете там читать? Ну, если закончу, то не буду, конечно. Зачем так сказать, это самое? А есть там ускорение? А? Это, в принципе, есть ускорение. Не понял. Ускорение. 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 ускорение – это уже как бы второй этап взаимодействия. Потому что ускорение появляется тогда, когда приложена сила. Кстати, вот интересный момент еще тут такой, который надо отметить. Наряду с открытием вот этих трех формул и вот этой таблицы. Значит, очень важным моментом появились некоторые такие эти. Что вот реперные точки, тогда они фиксируются по-настоящему. Когда сила, появляется понятие силы, то есть взаимодействие. До этого они как бы не окупливаются, эти реперные точки. А вот когда появляется, причем сила всегда безлика, она всегда скаляр. Она не имеет размерности, во-первых. Во-вторых, она, как всегда, скаляр. Она только во взаимодействии приобретает векторность, направленность, струксилитет. А так она всегда скаляр. Открыты были два космологических члена. Не один оказался, их как-нибудь что-нибудь предполагал, а два космологических члена. Они расположены, они в каждой точке пространства, они действуют, и они перпендикулярны друг другу. Причем один из них в 97 раз сильнее, ну там, я сокругляю, округляю немножко, сильнее другого. И от этого пространство вокруг нас, оно правокиральное, оно имеет правую киральность, пространство само по себе. Это во-первых. И во-вторых, это обеспечивает всеобщее вращение, всеобщее вращение. Вот мы задавались вопросом, таким простым вопросом, за счет чего существует Вселенная, и мы существуем, за счет чего? Значит, ну мы внести пищу поглощаем, так сказать, это, но, а вот атом существует. Ведь нельзя только наивно предполагать, что все крутится, и при этом не тратится энергия. Не тратится энергия. А работа, может быть, не осуществляется, если возвращается в ту же точку, но энергия все равно тратится, так сказать, на движение, так сказать, это. А откуда же это берется энергия? Вот, чтобы это понять, вот давай мы, сейчас, это Иван, помоги мне переменуть, ага, вот так вот пошло. Ну, вот эти вот константы все, вот этой единой формулой, единой формулой, все константы посчитаны до совпадения с этими, до 10-11 знаков после запятой. При этом, очень интересно то, что наши активные участники, мы считаем активные, вот, скажем, две массы, да, значит, в формуле их нет, ни килограммов нет, ни это, а получается, то есть, это говорит о чем? Или два заряда, в формуле их нет опять, а получается точно константа кулона. Это говорит о том, что не они взаимодействуют, они акцепторы и возмущатели, как говорится, а действует совсем другое, действует единое инновационное поле, действуют галетоны и фотоны, они, так сказать, создают вот эту, так сказать, эту самую, эту силу. Значит, это, а вот, ну, вот эти, вот это позволило рассчитать точные параметры всех частиц, вот они, видите, всех частиц, от ликих спин, это, причем, очень интересно, что, что, вот я могу на спор, как говорится, вы берете частицу, я не знаю ее параметрам, вы называете один параметр этой частицы и по одному параметру я просто считаю все остальные, просто считаю, не отходя от кассы, на ваших глазах, считаю все остальные, по одному параметру, все остальные, вы называете мне, ну, к примеру, радиус, я по радиусу считаю массу, считаю скорость, считаю все, 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 все получает автоматически, Это говорит о единстве мироздания, о том, что он работает по одному, так сказать, этому. Легко объяснились все фарадоксы, ну, наиболее известный фарадокс дуальности, волны и частицы. Он объяснился очень просто. Он объяснился строением частицы. Вот это, да? Я там стираю. Он объяснился строением частицы, скажем, ну, того же фотона. Вот наочисленные парадоксы фотона. Ну, фотон, предположим, мгновенно набирает скорость при рождении или при отражении мгновенно. Он не имеет ускорения, а сразу 300 тысяч километров в секунду с первого мгновения. Не умоленее этого. Ну, сначала, так сказать, это, а где, чем рисуем? Да, вот это, можно говорить. Вот это, да? Да. Ну, вы увидите. Оно открывается? Значит, вот, каждая частица, каждая частица, причем это касается электронов, о котором говорил, как говорили, электрон — это сжатый фотон и нашпигованный энергией фотон. Он превратился в тароид, конечно, но все равно имеет, вы знаете, что электрон летает в этом, он дважды меняет направление во время своей орбиты. Вот, так сказать, скажем, фотон. Он состоит, посчитанно из скольки фотончиков он состоит. Ну, фотончики, я их назвал фотофаноны, значит, это самое, он там 10, 21 степени штуки, он замкнут сам на себя. То есть, каждая частичка фотофанончик обладает всей информацией всего фотона, всей информацией. И может проявить себя, как полноценный фотон. То есть, если он летит через одно отверстие, он проявляет себя, как частица. Если он летит через два отверстия, он разлетается, получает интерференцию, и он проявляет себя, как волна. И так далее. Ну, это уже несколько иная. Я немножко спешу и, естественно, это, так сказать, и, так сказать, это. То есть, будем говорить так. Гравитоны и фотоны представляют собой мебиосоподобные домены ансамбли, сложные вихри, замкнутые сами на себя, в которых каждая составляющая, гравифонон или гравифотон, располагает всей полнотой информации о домене и комплексе, то они проявляют себя и корпус векулярно, и волнообразно, в зависимости от способа воздействия над них измерительного комплекса. То есть, через что мы их пропускаем, как мы с ним взаимодействуем, так сказать, это. А гравифотонов оказалось в 9,34 раза больше, чем фотонов. Гравитоны имеют правую киральность, они положительным зарядом, маленьким, очень маленьким. Значит, это, а фотоны имеют отрицательную киральность, то есть, левую киральность, то есть, отрицательный заряд и левостороннюю вязкость. А в целом, левое пространство имеет правую киральность в целом и левостороннюю вязкость. Каждый слой, ну вот объяснение всех, в таблице было указано, всех парадоксов фотона Они теперь легко получают себе объяснение, так сказать, это и так далее Ну то, что найдены все константы, причем найдено не только, они посчитаны без этих Но найдена и их физическая суть, физическая суть заряда найдена, физическая суть массы найдена Физическая суть этого самого времени найдена и так далее, и так далее Значит, и наряду с этим получилось теоретически найдено более 200 новых констант Ну часть из них, уже мы проверяем экспериментально, часть из них вот показали массодинамическую эту Это тоже объясняется легко, значит, появление этой силы этих и воздействия, так сказать, этих Значит, вот информационное воздействие Марина Анатольевна очень наглядно нам показала Я знаю опыты, Марина Анатольевна могу поделиться Подобные опыты проводят москвичи, причем они проводят в очень интересном направлении таком Они делают, придают воде направленную структуру Вода, вы знаете, имеет около 700 различных вариантов своей структуры Значит, они придают направленную структуру, причем направленную правой киральности и направленную левой киральности И вот там они ведро воды в рот выливают и, скажем, продуктивность рыбы возрастает почти в два раза Значит, заряженной воды, то есть вот гемогомеопиотические свойства Так сказать, вот таким образом, значит, я адрес могу их дать И вы с ними можете пообщаться Они очень широко с институтами работают и, так сказать, это Значит, эволюционный цикл всегда проходит в четыре фазы По шесть прорежистых ритмов в каждой фазе Рождаем новый вид взаимодействия и новые таксоны реальности его используя У каждого гиперцикла, включая все четыре фазы, рождается новый мир реальности, новый вакуум Ну, вакуумы я как называю? Вот вакуум, скажем, воли духовные, это когда появился человек и общество Вакуум, биовакуум, когда появилось живое, значит, и так далее Вот, так сказать, такие ступеньки, они очень четко себя проявляют, так сказать Вот при, ну и пути назад, так сказать, это И дают вот далее около двухсот новых констант Которые, конечно, безусловно, требуют проверки экспериментальной и, так сказать, применения Значит, так Вот таблица распределения энергии и материи по авиационным этим Вот слева это современная наука дает А вот справа это то, что посчитано это Вот современная наука дает, что темная вакуумная энергия, которая вокруг нас, вот она Это 74 процента Ну, во-первых, с самого начала это неправильно Потому что она не может быть меньше, больше половины Потому что иначе бы она превратилась в материю Она может быть меньше только половины, которая остается в нетронутом состоянии Вот по моим расчетам она 47,63 По современной науке дает 74 процента Темная материя Темная материя, значит, вот этот слой, этот, он питает все вокруг нас Питает с помощью фанонов, значит, передает энергию фотонам, гравитонам Те передают энергию электронам, этим самым, нуклонам и так далее, и так далее И все это таким образом крутится, вертится и, так сказать, имеет, так сказать, это Темная материя, темная материя, это, ну, попросту, можно сказать, это те, то, что называется черными дырами Это сердцевина скоплений звездных и так далее, и так далее Вот материя, когда начала образовываться, они расползаться начали слои, слои этой материи И скручиваться, как вот под рубанком, когда рубанок крутишь, а стружка заворачивается И тут они расползались по десяти в пятой степени направлениям и скручивались в центры будущих звездных скоплений Таким образом образовалось, образовалось нечислимое число, галактик, звездных скоплений и так далее И они все время испускают, они не поглощают, значит, материю и так далее, и так далее Они испускают, они как раз питают всю материю, всю Вселенную новыми материальными частицами Значит, и дают возможность расширяться, расширение это Ну, мне звездный газ, он прилично это, но только если современная теория определяет, что там 3,5% всей Вселенной спрятано То у меня оно 10 в минус 9 степени То есть материальная Вселенная настолько маленькая, настолько крохотная, что она даже миллиардную долю не забрала энергии для развития То есть потенциал развития аэромин, ну, по моим расчетам он составляет 10 в 48 степени лет То есть нам еще хватит энергии для того, чтобы развиваться Главное сейчас научиться извлекать ее Ну, вы знаете, что уже порядка 70 двигателей вечного рода второго типа построены И, в принципе, сейчас понятно, как их строить И понятно, что вода является естественным агентом для излечения этой энергии Почему? Потому что в ее составе водород А водород не имеет нейтрона Он сидит на нейтринно-геодезической И он непосредственно питается, водород, из энергоинферационного поля Вселенной Естественно питается Не через кого-то, а естественно Таким образом, вода, будучи агентом в вихревых двигателях второго рода Вечных, ну, с КПД более вечных это условно, конечно А КПД более 100% Значит, это можно повысить еще Или плазма Вот плазма тоже является неплохим агентом для таксишотета Ну, исходя из этого, я попытался построить Да, все Ну, если это я Нет, давайте сделаем таким образом Я лучше послезавтра Воспользуюсь не двумя этими, а одним этим Ну, хорошо, пятницу Пятницу я продолжу, так сказать, с чего вот закончил У вас там еще один доклад будет потом Ну, он, а нет, доклад другой, он касается общественного развития Это Ну, понятно Ну, хорошо, ну, давайте Это завтра Вопросы есть у кого-нибудь, докладчику? У меня просьба есть Давайте Уважаемый Владимир Константинович Вот вам дискетер Спасибо Пожалуйста Я прошу вас поискать ошибки Хорошо Адресу приложен, вот сообщите мне Нет проблем Правильно Нет проблем Давайте, пожалуйста Вот там нажмите эту кнопку Вот кнопка здесь Вы извините, что я так вот немножко Это, во-первых Ну, давайте говорить Я думаю, все, что вы говорили, это очень, очень хорошо До пункта, пока вы стали говорить об физике Я не знаю, если вы профессиональный физик, но эти константы физикальные, это нет константы Это калибрачные пункты физикальных законов Значит, еще раз Ну, название может быть любым Значит, 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 константа Куломба, это не константа Это калибрачный пункт, это калибрачный пункт, константа Куломба, это сила, которую проявляется один электрон или протон на 1 метро Это калибрачный пункт, это не константа, это сила, это число, которое мы измеряем как силу в 1 метре от 1 метра от 1 протона или электрона 10 в минус 19 Ну, я думаю, это вопрос, как бы, условности, что принять за основу, что это Я вам разъясни, ну, как бы, пытался показать, что, вот, проявляется, ну, то есть, реперная точка, как бы, окукливается Тогда, когда появляется сила Когда появляется сила Когда вы скажете, что вы будете делать только константы, а это все силы Вам невозможно без силы это сделать, потому что первая константа, что вы сказали, куломбцевская константа, это сила Значит, я хочу, я хочу, правильно, я хочу еще подметить такой момент, что, значит, вот, появление силы, как правило, приводит к появлению новой частицы Как правило, не все, да, новые частицы Новая сила отдает новую частицу Значит, вот, то есть, когда я шел назад, они начали проявляться как силы Вот эти точки реперные, как правило, от этой точки, там, когда точку начинаешь рассматривать, там, ну, несколько десятков параметров выскакивает Значит, и появляется сила, то есть, новая частица Появляется кварт, появляется фотон, появляется гравитон, появляется этот сам и так далее Гравитон появляется, да? А? Гравитон, он существует? Существует Я могу, существует, я могу объяснить, почему мы его не можем сфиксировать Потому что у нас нет инструмента для того, чтобы дезинфицировать Мы все ловим с помощью фотонов У нас фотон, основной агент вскрытия, как говорится, этого А фотон и гравитон, они существуют только в паре Положительные и электричные Почему фотон электрически нейтрален? Он внешнеэлектрически нейтрален Он в паре с гравитоном Гравитон имеет точно такой заряд, не только положительный А фотон имеет точно такой заряд, только отрицательный И они в месте нулевой Почему они имеют точно такой заряд? Почему это уже... Давайте сейчас вот время отдастся Давайте это отдельное вечернее занятие Потому что мы столько отнесли Потом Сейчас у нас начнется стол, поэтому мы поблагодарим докладчикам И переходим к столу Значит, вот вы видели перечень, что я считаю, что в новом Как бы сформулировано, в новой физике Весь перечень этот изложен там И приложен, вот я, 25 параметров, которые, так сказать, по-новому Ну, скажем, масса, магнит, электрический заряд не имеют и не излучают никакого-то поля И тело не излучает наше Биополя тоже нет Это просто наше взаимодействие с единым энергонационным полем Значит, больные органы по одному взаимодействуют Эти по другому взаимодействуют И поля Кириллиана проявляет это взаимодействие Ну, понятно Давайте вопрос и закончим на этом Хорошо Я хочу еще задать вопрос Профессор Пестерев или... Асуховский? Асуховский Асуховский? Да Профессор вы? Асуховский? Да Академик Я не могу, я плохо слышал Он спрашивает, вы Асуховский? Как ваше имя? Асуховский? Академик Это ваше имя? Ваше имя? Ваше имя? Ваше имя? Как я зовут? Владимир Акимович Владимир Акимович Владимир Да Владимир Акимович меня зовут Ну и что? Вы выступаете... Какое событие, да? Вы выступаете как на стороне какого-то нибудь науки, официальной науки, но должно нам сказать, что конечно у каждого из этих участников много ошибок, но нам должно сказать, что в этих выступлениях так много и правды, что если вы выступаете из позиции какого-то нибудь академической науки, у вашей академической науки нет ни менее ошибок и ни менее правды, чем в этих выступлениях. Вы задавали мне вопрос... Я вам хочу... Вы задавали... Я вам на его хочу утворить... Вы задавали мне вопрос, из чего сложен этот? Я. 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 Я.